Всем привет! Вы смотрите канал Финты WordPress и с вами, как всегда, Артем Абрамович. В этом видео мы будем разбираться с темой Storefront, темой специально предназначенной для WooCommerce, заточенной под WooCommerce. В первой части видео мы будем разбираться, как тема работает, как ее настраивать, а во второй части видео я покажу, как правильно изменять тему. То есть первая часть это будет такая общая, а вторая такая для продвинутых пользователей. Почему Storefront? Ну, конечно, во многом, во многом, просто потому, что эта тема создана теми же разработчиками, кто и создает и поддерживает сам WooCommerce. Тема сделана под стандарты самого WooCommerce, но объективности ради надо сказать, что есть в ней такие тонкие моменты, которые мне не сильно нравятся. Например, ну это опять же относится и к самому WooCommerce, например, это верстка флотами. Я прекрасно понимаю, что это все предназначено для поддержки различных браузеров, различных всяких динозавров, но на дворе 19-й год и использовать для верстки флота, мне вот это вот не сильно понятно. Но работаем с тем, что есть. Может быть, когда-нибудь в будущем, через пару лет, WooCommerce и Storefront придут все-таки хотя бы к флексам, но пока все это у нас на флотах. Второй момент. Тема во многом заточена под различные платные решения от тех же самых разработчиков. Например, у них есть плагин WooCommerce Brand, то есть тема под него заточена, у них есть там еще какие-то такие вот решения, они опять же продают на своем сайте дочерние темы под Storefront, там разными виды изменениями. В этом плане, конечно, тема такая, довольно спорная, но при этом она работает быстро, позволяет быстро развернуть магазин, быстро, то есть в ней уже автоматически все это создается на главные страницы, можно настроить всякие разные страницы, о чем мы сейчас с вами и поговорим. Итак, что касается настроек. Настроек в теме, конечно, очень мало, и, собственно, именно поэтому у меня есть сильное подозрение, ее не очень любят. Это не OceanVP, где там куча настроек, здесь настроек прям вот минимальное-минимальное количество. Можно настроить глобальные цвета, можно настроить, можно настроить цвета именно вот в этом блоке на главной странице, можно добавить фоновое изображение, опять же, для шапки, для главной страницы, и, ну, то есть вот такие вот раздельные штуки, связанные именно с цветовыми решениями для фона, картинки можно добавлять, и по большей части это все. То есть во многом тема, конечно, заточена под такие какие-то платные решения. Конечно, есть раздел, который называется разметка, где можно переключать просто сайдбар справа налево. В недавних версиях, по-моему, с 2.3 появились вот такие вот штуки, когда предыдущие и следующие товары выезжают, и на товарах появился вот такое вот верхнее, такое всплывающее менюшка такая, которое как бы призывает его добавить этот товар в корзину. Данными вещами, данными функциями можно управлять из раздела товары. Здесь эти все вещи можно выключать. То есть предыдущий, следующий товар здесь называется погенация, закрепленная кнопка добавить в корзину, это вот, собственно, верхняя панелька как раз. То есть все это выключается, если не требуется. И, собственно, из настроек все. Больше здесь настроек никаких нет, все остальное в теме Storefront, оно только вот в платных каких-то решениях. Зато в теме Storefront сразу есть готовые шаблоны страниц. Два вида шаблонов всего. Ну, в принципе, их достаточно. То есть первый шаблон это шаблон главной страницы. На главной странице здесь выводится вот такое вот, ну, я не знаю, баннер, не баннер, ну, такая вот, можно подобавить картинку. Если мы нажмем вот здесь кнопочку редактировать блок, то с помощью вот этой картинки, то есть здесь идет для страницы добавленная миниатюра, миниатюра, ее можно добавлять, убирать. Единственное, для миниатюры надо, конечно, использовать какие-то большие картинки. Ну, вот у меня здоровая картинка 1920 на 1080, я ее обновляю. Вот этот вот текст на странице, вот главное, это выводится заголовок страницы, и здесь дополнительный текст, это как раз тот текст, который я записываю при редактировании страницы. Все остальные блоки, как вывод товаров, вывод вот таких вот шорт-кодов, новинки, рекомендуемые, популярные, бестселлеры и так далее, это все выводится уже автоматически. Единственное, что здесь можно настроить, вот с точки зрения главной страницы, здесь можно настроить цвета. Например, если картинка темная, на ней черным цветом не видно значение. То есть можно вот так вот сделать. Заходим в раздел типографика и цвет меняем на нужный. И тогда вот здесь в этом разделе будет уже цвет такой, то есть более контрастный будет вид. Вот, собственно, и все разделы, вся настройка. Что я еще рекомендую сделать сразу после того, как вы установили тему Storefront, это все-таки вот эти вот системные страницы, как корзина оформления заказа и My Account, то есть страница аккаунта или личного кабинета, все-таки для них установить базовый шаблон на всю ширину. Чтобы мы выключили сайт бары, ничто не мешало и ничто не отвлекало пользователя от оформления заказа. То же самое я рекомендую сделать и на оформлении заказов, и на странице My Account, как я и говорил. Единственное, сразу оговорюсь, что на странице My Account у них здесь есть такая небольшая заморока. Когда мы включили страницу на всю ширину, у нас сваливается вот этот вот сайт бар самой страницы My Account, он почему-то вправо вываливается. Почему так делается? Ну, как раз вот в силу того, вот я сейчас возвращаю для этой страницы, и у нас он получается слева уже. Здесь в данном случае просто-напросто кривая верстка, то есть если мы здесь посмотрим, то там переключение идет не так, как надо. То есть когда у нас на ширине, по ширине страницы, то есть с классами они немножко попутали, так что здесь, если у вас страница, если вам это критично, то есть справа или слева выводить вот это вот табы, то тут уже надо, конечно, уже изменять. Что мне очень нравится в теме Storefront, так это то, что она очень четко заточена под мобильный контент. Во-первых, здесь сразу сделано вот такое вот меню, это раз. И во-вторых, сразу здесь уже есть специальная, такой нижний бар появляется, где можно, то есть здесь есть и поиск сразу, и корзина сразу показывается, и можно зайти в личный кабинет. То есть вот эта штука, конечно, сделана очень здорово и очень удобно. Особенно учитывая то, что сейчас Google заморочился сильно с First Mobile, то есть Mobile First, вот эта вот вещь очень хорошая. Второй момент, который я хотел рассказать, это в теме существует три области меню. То есть это вот стандартное меню около поиска, стандартное меню после шапки, назовем это так. Причем в этом же меню оно как бы плюсом стоит и вот эта вот, собственно, мини-корзина. И есть еще одно меню для мобильных страниц. То есть для мобильного контента можно добавлять, то есть делать какое-то отдельное свое нужное меню. Сильно используется именно сама система виджетов, и здесь есть как минимум несколько областей виджетов. То есть это главная боковая колонка, ну то есть то, что сайдбар основной, есть под заголовком. То есть это вот здесь вот будет выводиться после меню. Ну здесь в принципе так и написано. Например, если мы здесь выведем категории товаров, после меню выводится еще один виджет. После меню и перед хлебными крошками. То есть данный виджет можно использовать для вывода, например, каких-то хитрых фильтров, ну и вот таких вот вещей. И еще есть виджеты, то есть 4 области виджетов есть для в подвале в самом. Ну вот так это выглядит. Я понаставил виджетов в области сайдбара, в область подвала, и, собственно, вот такие вот виджеты, они здесь присутствуют. Цвета-то можно менять, и, соответственно, такие довольно тонкие настройки, ну можно поднастроить все эти вещи. Вот, собственно, и вся тема. Простая и незамысловатая, зато сделанная специально под WooCommerce. Ну что ж, переходим к следующему разделу. И сейчас я буду рассказывать, как, собственно, работает данная тема. Показывать я буду у меня локалка. Показывать буду через шторм. Итак, сначала поговорим, как сделана, собственно, сама тема Storefront. Структурно, сама структурная тема ничем не отличается от всех других, то есть стандартная структура темы, предназначенной для WordPress. Но, если мы зайдем, например, в сайт FileHeader, то мы увидим, что здесь практически ничего нету, что многих вводит в тупик. Здесь как бы ожидается вывод всяких менюшек, а здесь ничего нету. Если начинать читать код, то мы увидим, что здесь используются хуки. Использование хуков – это такая хорошая и правильная практика для тем, которые могут быть изменены пользователями. То есть, например, если вы делаете тему для репозитория, тему платную какую-то, то есть тема, которая изначально предназначена для того, что ее могут когда-то изменять, например, через дочернюю тему, то вот использование хуков – это самый крутой и самый удобный вариант. Практически все на сегодня популярные темы используют именно такое вот решение. Если вы откроете тему Astra, там тоже будут хуки. Но там они у них запутаны немножко, но они именно так сделаны. Если откроете тему GeneratePress, там тоже все сделано через хуки. Теперь возвращаясь к хукам. Итак, у нас в теме Storefront в шапке присутствует несколько хуков. То есть, вот у нас есть хук первый before сайт, то есть перед сайтом. Есть Storefront header хук. Это, собственно, базовый хук, на который вешается полностью вывод сей шапки. Есть хук Storefront before content. То есть, если мы будем переводить, то это после контента. И есть хук еще content top, то есть в самом начале вывода контента. Так как тема Storefront сделана разработчиками самого WooCommerce, то вот здесь такая принятая практика, как в самом WooCommerce. Для каждого хука, если на него вешается какая-то отдельная функция, прописывается, что и как называется функция, и с каким приоритетом она подключается. Например, функция Site Branding. Что это за функция? Данная функция выводит, ну если мы читаем по заголовку, данная функция выводит лого и заголовок. Все функции позволяют себя перезаписывать. То есть, для изменения функции можно использовать как хуки. Если в функции внутри нет хуков, или у вас какая-то хитрая какая-то верстка, то можно просто брать прям вот функцию, как она есть, и изменять, выводить нужный свой контент. Пример по шапке. Давайте вынесем вот это вот меню, сделаем его не здесь, а вынесем как бы верхним баром его сделаем. Но прежде чем все это делать, естественно, все изменения, ребята, я повторюсь, все изменения для тем подобных Storefront, и вообще для любых тем, если вы их покупали или используете темы от стороннего разработчика, все делается через дочерки. Давайте сделаем дочернюю тему для темы Storefront. Ну, так как у меня локалка, я буду, я просто здесь создаю папку с названием. Это у меня будет, собственно, папка дочерней темы. Я уже показывал не раз, просто чисто как повторение мать учения. Можно, естественно, использовать дочерние темы. Уже есть на GitHub готовые темы. Может, у вас какие-то есть готовые темы. Итак, основной файл, который нам нужен в теме, это у нас Style.css. В файле Style.css мы должны указать в комментариях, что у нас это действительно дочерняя тема, и чтобы у нас сам WordPress понял, что это за тема. Итак, мы пишем первое значение, time name, то есть значение самой нашей темы. Ну, давайте так не будем выдумывать велосипед, назовем ее Storefront Shield. Ну, далее все стандартные теги. URL темы, автор темы, я вот так назову URL автора. Ну, опять же, тоже здесь поставлю решеточку. Ну, и самое главное для дочерних тем, нам нужно указать template. То есть, с помощью вот этого комментария template, WooCommerce поймет, что у нас тема, вот эта наша дочерняя тема, она является дочерней именно для Storefront. И здесь важно указать название именно папки, как называется папка именно родительской темы. Ну, и, в принципе, все. Можно еще указать Versions. Ну, и, в принципе, все. Давайте проверим, что у нас получилось. Вот наша тема. Можем ее активировать. Сейчас она у нас не рабочая, ну, естественно, но она активная. То есть, в принципе, она принимает сейчас все установки для родительской темы. Она работает, вообще проблем никаких. Что нам требуется дальше сделать? Чтобы нам правильно вносить изменения в нашу родительскую тему, нам потребуется File Functions. Давайте создадим File Functions. Ну, вот, собственно, и все. Наша дочерняя тема работает. Все работает. Вроде конфликтов никаких нет. Все работает как надо. Как видите, при создании дочерней темы у нас единственное, что сбросили все настройки из Customizer. То есть, у нас, помните, было, я в предыдущем части настраивал, что это был белый цвет. То есть, имейте в виду, когда вы подключаете дочернюю тему, все настройки Customizer у вас сбросятся. Давайте попробуем переключить, то есть, вывести в верхнем баре вот это вот меню. Если мы посмотрим исходный код, то мы увидим, что это называется Secondary Navigations меню. Вот она у нас. Вот она, эта навка. Давайте посмотрим, где она у нас подключается. Вот, смотрите, функция Secondary Navigations подключается к хуку Storefront Header на 30-ом приоритете. Мы можем посмотреть, что из себя представляет данная функция. То есть, ну, в принципе, вот, собственно, весь вывод этой функции. Нам, собственно, нужно взять данную функцию, отключить ее там, по исходному выводу, и подключить там, где нам требуется. Ну, как правило, для отключения мы всегда знаем, да, что нам нужно использовать RemoveAction, функцию, которая отключает нужные, то есть, собственно, отключает от хуков нужные функции. Берем название хука и название функции. И обязательно указывать на этот приоритет. Это обязательная вещь, иначе просто-напросто не сработает. Но, давайте посмотрим, у нас вообще она вот так вот, как есть, срабатывает. Не срабатывает. Вот, вот как раз мы с вами дошли до того момента, в котором возникают именно тонкости управления и настройки темы Storefront. Дело в том, что тема Storefront написана, ну, таким. У нее многие вещи, ядро само прописано, все функции, скажем так, ну, это не совсем ООП, на мой взгляд. Но все функции созданы или, как бы так, объединены через классы. А так как все это через классы, просто так это не отключить. То есть, поэтому, чтобы мы могли отключить все это дело в дочерней теме, именно отключение на remove, то есть, именно remove используется, нам требуется использовать хук AfterThemSetup. Так, как это происходит? AfterThemSetup. Данный хук подключается раньше, ну, так как у нас дочерняя тема и файл functions дочерней темы подключается раньше, чем functions родительской темы, то мы, вот, а хук AfterThemSetup, он включается просто в момент активации темы, то есть, в момент загрузки темы. Соответственно, мы на этот хук просто вешаем наши ремовы. Давайте назовем функцию, ну, как-то вот так вот, ArtRemoveSections, и вот этот наш removeAction перенесем в нашу функцию. И давайте проверим, что у нас получилось еще раз. Это мы пока закомментируем. И, как видите, у нас отключилась эта функция. Понимаете, да, теперь, то есть, сама проблема именно тонкости Storefront, то есть, просто так, тот функционал, который уже подключен, причем это касается не только самой темы Storefront, в самой теме Storefront уже многие вещи именно самого e-commerce переопределены, и поэтому именно отключение того, что переопределено, надо делать через AfterThemSetup, или AfterThemSetupThemHook. Иначе у вас просто это дело не сработает. Ну, это все хорошо. Давайте мы теперь подключим, собственно, верхний бар какой-нибудь сделаем. Давайте посмотрим, что у нас тут идет по верстке. Ну, вот смотрите, у нас есть класс CallFan. Давайте посмотрим, где он у нас сидит. Он у нас сидит в файле header, то есть, вот здесь вот. Соответственно, мы можем вот на этот хук Storefront Content Top вывести нужный нам контент, верхний бар. Давайте попробуем переключить просто наше меню. Так как у нас уже есть готовая функция, нам, в принципе, конечно, ее бы не надо выводить. Но давайте мы сделаем, потому что нам все равно понадобится обертка. Я назвал функцию MoveSecondaryMenu. Ну, можно еще добавить куда, то есть, MoveTop, например, вот так вот. И что нам и здесь сделаем? Давайте мы здесь сделаем какую-то обертку для нашей функции. Итак, мы выводим первое, ну, какой-нибудь div. Какой-нибудь div с классом, ну, например, TopMenu. Открывающий тег, закрывающий тег. Внутри тегов мы просто выводим нашу вот эту функцию. Так как у нас эта функция просто-напросто, ну, как видите, да, то есть, если мы смотрим функцию, то есть, если есть это меню, то есть, если в меню, в области меню что-то подключено, тогда она у нас выводит. Она у нас просто через эхо что-то выводит. Соответственно, нам достаточно именно вот таким вот образом все сделать. Давайте посмотрим, что у нас получилось. И получилось ли вообще. Ну, вывести получилось, но только не там, где надо. Неправильно, я хук взял. Давайте еще раз посмотрим файл хедер. Предлагаю не выдумывать лесопед. И вешать будем вот на этот же хук, где вешиваются все функции, но только с приоритетом. Ну, нам надо где-то раньше всех хедер-контейнер 0. Ну, давайте мы его подключим именно с нулевым приоритетом. И посмотрим, где у нас выведет все это дело. Вот наше меню. Перед открывающим тегом callfull. Вот эта вот класса callfull она вывелась. Естественно, все вещи, которые мы подключаем, переключаем, требуют какой-то донастройки стилями. Я уже в этом видео стили показывать не буду, потому что стиль это верстка, это здесь уже совершенно другая история. Если мы хотим занести внутрь тега callfull, то нам достаточно сделать, изменить на первый приоритет. Ну, вот они у нас, как раз у нас занеслось в тег callfull. Вот оно, топ-меню. Это дело, собственно. И дальше уже можно изменять. Можно в этот же топ-меню добавлять еще какой-то контент и так далее. То есть это вот то, что у нас касается именно изменения шапки. Например, можно вот здесь вот, например, ну где-то у нас любители добавлять всякие кнопки заказать. Ну, давайте подобавим кнопку заказать, например, вот здесь вот после поиска. Но, опять же, еще раз повторюсь, здесь эта тема storefront сверстана флотами. То есть, если мы здесь посмотрим, то видите, у нас здесь для поиска, именно для этого, именно сайт search, у нас есть float right. То есть, у нас он выравнивается по правому краю. И причем для каждого блока этого ширина указывается своя. Ну, давайте просто выведем какую-нибудь кнопку вот перед поиском. Чтобы вывести кнопку перед поиском, мы должны посмотреть, что у нас выводится-то, с каким приоритетом у нас вообще поиск выводится. Ну, вот он, product search выводится с сороковым приоритетом. Давайте то же самое, наверное. Ну, я просто сдублировал, здесь укажем сорок пятый приоритет. А, тридцать пятый, там сороковой приоритет, значит, здесь тридцать пятый приоритет. Функцию мы назовем, ну, как-нибудь order click, давайте так назовем. Ну, и здесь нам достаточно вывести какую-нибудь кнопку. Но здесь уже можно использовать немножко другой подход. То есть, вот таким вот образом. Ну, и что у нас? Кнопка у нас какая-то, button, да? Ну, собственно, моя задача в данном случае показать, как кнопка выводится. Поэтому просто вот с тегами button просто кнопка. Она не рабочая. То есть, задача именно вот кнопку вывести. Вот она, наша кнопка вывелась. Как видите, у нас начинаются, опять же, проблемы, да? Вывелась-то она перед серчем, но при этом она ускакала вон куда. То есть, нам ее еще придется настраивать именно стилями. Поэтому имейте в виду, что вот вывод каких-то элементов, особенно в шапке и в подвале, это не такая простая задача с точки зрения верстки. Но добавить можно. Опять же, на эту же кнопку можно вешать там какие-то меню. Ну, вот как, например, я показывал в видео вот это вот. Сплывашечки, все это вот это вот, все эти штуки делать. Это что у нас касается хедера. На этом, я думаю, то есть, сам принцип, я думаю, вы поняли. Погнали дальше. Ну что ж, про шапку поговорили. Давайте теперь проговорим про подвал. Ну и самое в подвале, что всех интересует, это удаление вот этого вот копирайта. Ну или удаление, или изменение. В теме Storefront, как и, собственно, в e-commerce, на каждый чьих есть или фильтр, или hook. Поэтому давайте для подвала мы, например, изменим копирайт и добавим дополнительное меню. Итак, открываем файл footer php. И здесь видим, что у нас здесь тоже есть hook Storefront footer. Опять же, есть hook перед footer, before footer и после footer, after footer. То есть, данные три hook'а позволяют довольно гибко изменять подвал. Но мы говорим про копирайт. Итак, как удалить копирайт? Ну, достаточно нам отключить просто нужную функцию. Итак, hook Storefront footer. Опять же, обращаю внимание, что ремовки мы вешаем на hook after setup theme. Иначе у нас это не сработает. И hook, ну, сама функция называется Storefront Credit с 20-м приоритетом. Вот таким вот образом мы отключаем именно копирайт. Все, у нас копирайта нет. А что делать, если нам нужно не отключить копирайт, а изменить копирайт? Давайте посмотрим, что из себя представляет функция Storefront Credit. Итак, функция довольно простая. Видите, да, есть фильтр Storefront Credit Link, который отключает, собственно, фильтры есть при оси политик, link, ну и так далее. Ну, самый простой вариант, как это все можно изменить. Так как это функция, которую можно изменять без изменения названия, то есть ремовку мы отключаем, а здесь пишем функцию Storefront Credit и просто изменяем нужную функцию. Ну, если нам действительно нужно изменить. Итак, давайте посмотрим, что она у нас из себя представляет, что она, собственно, выводит там. Итак, вот у нас есть копирайт. Вот у нас сайт инфо. Дальше у нас идет вывод копирайта, потом брка и потом линк. Так, собственно, нам вот эту вот часть и достаточно отключить. То есть мы можем вот это вот все дело просто-напросто удалить. Опа, нету ничего. Можем не удалять. Вдруг нам надо что-то свое написать. Если свое написать, тогда мы здесь просто вот здесь вот изменяем то, что нам нужно. Ну, например, здесь мы давайте напишем. Так, конкатенация. И здесь мы давайте укажем Home Rail, то есть ссылка на главную страницу. Здесь мы пишем Title. Ну, давайте сделаем проще. Просто-напросто название сайта сделаем. Возьмем. Так, Get Blog Info. Насколько я помню, Name параметр. И внутри ссылки мы можем точно так же вывести именно тот же самый параметр Name. Ну, вот, собственно, название сайта и вывели. Можно еще вывести, кроме названия сайта, да, можно вывести и описание сайта. Ну, например, вот так вот. Параметр функции Blog Info. Параметр Desk, насколько я помню. То есть, который выводит, собственно, и описание. Ну, можно по документации глянуть. Тут уже дело 10. Ну, и я здесь добавил просто разделитель типа ТРЭ. Да, не Desk, а Descriptions. Параметр Descriptions. И у нас тогда выводит еще и описание. Все эти описания берутся именно из настроек самого сайта. Ну, и еще один такой более простой вариант. На самом деле, если нам нужно просто удалить именно ссылку, вот то, что мы делали вот таким вот образом, то есть, когда нам нужно вот эту ссылку удалить с описанием, то это можно сделать еще проще. Можно даже функцию не менять. Как видите, у нас здесь есть фильтр. Вот это вот Credit Link, в который передается параметр True. Нам достаточно передать туда False, и, в принципе, все. Итак, смотрите, я удаляю эту функцию. Дальше мы пишем Credit Links, то есть, указываем наш нужный хук, и в него передаем значения. Да, есть такие системные функции в самом WordPress. Вот так вот. Есть Return Fars, Return Empty, Return True. То есть, те такие системные функции, которые выводят вот такие вот простые элементы. Есть Return String, который пустую строку передает. Давайте посмотрим. Ну, как видите, да, у нас все сработало. То есть, мы просто-напросто отключили вот этот линк. То есть, самый простой способ. Вот, в одну строку. Отключаем, просто передаем фильтр Storefront Credit Link, передаем False, и у нас все отключается. Еще раз, да, почему это работает? Потому что здесь идет условие. То есть, что... Вот оно у нас условие, что если у нас здесь True, то, да, мы выводим. Если False, ну, то есть, иначе мы ничего не выводим. Вот и все. Это что касается Storefront, ну, то есть, именно копирайтов. Теперь давайте, давайте добавим в подвал темы, давайте добавим еще одно меню. Нам же этим меню надо как-то управлять, поэтому давайте мы зарегистрируем еще одну область меню, и уже дальше будем, туда добавим нужное нам меню. Итак, смотрите, здесь есть в теме Storefront, есть общий класс. Он называется, так и называется Storefront. В этом классе сидит все. То есть, и регистрация виджетов, и регистрация стилей, и регистрация меню. Здесь все сидит. Естественно, на все эти элементы есть фильтры. Вот, смотрите, есть фильтр Storefront RegistrNavMenu. Мы можем его использовать, и просто-напросто в него, то есть, чтобы нам не писать новую регистрацию, мы можем просто к нему добавить новые. Давайте это и сделаем. Итак, фильтр RegistrNavMenu. Здесь у нас будет функция, то есть, добавляем меню фунтура. Приоритет, например, 10, и передается у нас, так как это у нас фильтр, то есть, у нас к нему что-то передается. Ну, вот у нас передается вот этот вот массив. Соответственно, один параметр. Итак, у нас приходит массив. Мы его сразу здесь, чтобы нам не забыть, возвращаем. Отлично. И теперь давайте к нашему массиву просто добавим еще одно значение. Итак, меню. Ну, пусть у нас область называется footer. Label. У нас будет меню в подвале. Ну, вот, собственно, и все. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, заходим в меню. Вот у нас появилась новая область. То есть, нам достаточно для этой области добавить какое-то меню. Но я сейчас сюда просто подключу вот это основное меню, чтобы у нас выводилось, чтобы она у нас там работала. И теперь нам достаточно просто вывести. Опять же, где его выводить? Или мы можем выводить его внутри нашего footer. Ну, или выводить меню перед тегом footer. Ну, давайте перед тегом footer, используя action.tourfront.beforfooter, с помощью этого экшена мы, собственно, и выведем нужное нам меню. Так, action. Выводим меню. Сам вывод меню я предлагаю сделать просто по аналогии. Ну, вот у нас есть аналог вывода secondary navigations. Ну, давайте просто-напросто вот эту штуку скопируем. Можем даже всю функцию скопировать. Нам тут сильно страшного, ничего нету в этом. Так, функция у нас называется вот так вот. Если у нас меню footer, то тогда... То есть, если у нас есть что-то в области footer, тогда мы выводим нужное меню. Единственный момент. Смотрите, вот в secondary navigations, если мы здесь посмотрим, именно на эти классы завязано очень много именно стилей. Поэтому в зависимости от того, как вам нужно выводить это меню, надо, конечно, использовать свои. Ну, давайте, например, укажем вот так вот. Footer navigations. Так, здесь area label нам не нужен в данном случае. Так, nav menu, theme locations footer, и все, в принципе. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот наше меню вывелось. Ну, а теперь достаточно просто для него добавить стилей, то есть сделать типа красивенько, и, в принципе, все будет работать. Ну вот, немножко стилей. У нас уже меню такое более-менее приличное получается. Дальше все зависит только от вашей кофантазии, или, может быть, от вашего макета. Ну что ж, мы с вами разобрались, как можно добавлять или изменять какие-то элементы в шапке и в подвале. Теперь давайте обратимся к главной странице. Как видите, на главной странице у нас выводятся некоторые блоки. И в теме storefront эти блоки выводятся через хуки. Ну, как обычно. Единственное, смотрите, здесь довольно есть в теме четкое разделение. Есть вот файл storefront.applant.functions, который относится именно к общему шаблону. То есть здесь выводится навигация, различные ссылки. То есть в файле storefront.applant.functions здесь именно как раз те функции, которые относятся к шаблону вообще. Соответственно, в файле storefront.applant.hooks здесь как раз, собственно, вывод этих функций. А вот в папочке woocommerce, темы, родительской темы storefront, находятся уже классы и функции, которые относятся именно к woocommerce. И если мы зайдем в файл storefront.wocommerce.template.functions, то мы как раз увидим, что здесь как раз все функции, которые изменяют именно сам фрутенд для woocommerce. И, соответственно, все эти функции выводятся уже через хуки в отдельном файле storefront.wocommerce.template.hook. И вот, собственно, наш хук, который находится в файле. Ну, вот здесь есть template.homepage, здесь есть хук homepage. И, собственно, на этот хук вешаются все, вывод всех этих блоков. То есть, вот как вы видите, здесь продукт категории, то есть, будут категории товаров, новые товары, не популярные, а рекомендуемые товары, популярные товары, распродажные товары и бестселлеры. То есть, если какие-то блоки не нужны, их можно просто отключить. Ну, например, давайте отключим категории товаров. Я вот прямо отсюда копирую, где у нас наш файл functions. Ну, и здесь прямо просто изменяю копипастой. И давайте проверим. То есть, мы с вами сейчас отключаем категории товаров. Все, у нас категорий нет. Вот таким вот образом можно отключать. Можно переключать. Отключаем там в одном месте и потом включаем. То есть, например, если мы хотим поменять местами, ну, например, давайте, не знаю, там рекомендуемые товары с новыми товарами, то нам здесь достаточно просто изменить приоритет. Ну, точнее, даже не так. То есть, нам нужно сделать следующий образ. То есть, мы сначала отключаем, потом все включаем с нужными нам приоритетами. То есть, мы здесь отключаем эти функции. И у нас сейчас будут, у нас опять сейчас появятся категории, но не будет новых товаров и рекомендуемых товаров. Ну, сами видите. Вот, соответственно, давайте мы данные функции подключим уже с другими приоритетами. То есть, например, если у нас вывод категории выводится с 20-м приоритетом, то можно, конечно, можно сделать вот так вот. То есть, можно поменять просто приоритеты вывода этих товаров. И тогда у нас сейчас сначала будут выводиться рекомендуемые товары, а потом новые товары. Вот, категории, рекомендуемые товары, новые товары. Все. Вот таким образом можно изменять. Но, очень часто бывает нужно, вот сейчас я зайду в функцию, вот, recent post, очень часто бывает нужно, например, изменить заголовок. То есть, вот, например, написать не новинки, а новейшие. Ну, то есть, вот эти все заголовки. Так как все эти блоки, то есть, если мы посмотрим функцию, то, по сути, это функция, которая выводит стандартный шорткод товаров. Вот и все. То есть, здесь это стандартный шорткод. Вот, если мы здесь посмотрим, то мы увидим, что у нас здесь есть фильтр для аргументов, который выводится, собственно, в шорткоде. Соответственно, мы можем здесь поменять не только количество, то есть, не только заголовок товаров, но мы можем, например, изменить и количество выводимых товаров, и, например, количество колонок, как они будут выводиться. То есть, смотрите, мы берем фильтр. Вот у нас вот такая вот функция. Называется она artHomeRecentPost. Дальше мы выводим с приоритетом 10 и получаем один аргумент. У нас там как раз у нас мы на этом фильтре изменяем вот этот вот массив. То есть, у нас где-то будет переменная args. Мы ее сразу возвращаем. Ну, как обычно, да, чтобы нам не забыть, так как это у нас фильтр, мы сразу возвращаем нашу переменную. И теперь давайте внесем изменения в нее. Итак, давайте выведем, например, не 4 товара, а, допустим, 12. И у нас здесь равно 12. Не в 4 колонки, а давайте сделаем, ну, 6 это очень много, по 3 колонки. То есть, у нас будет равно 3. А заголовок, ну, назовем, например, вот так. Супер новинки. Окей, давайте посмотрим, что получилось. То есть, мы изменяем вот этот вот блок. Как видите, да, у нас изменился заголовок. У нас теперь товары выходят по 3 в ряд. У нас их здесь 12. Вот таким вот образом можно изменять, в принципе, каждый блок, который мы выводим именно на главной странице. Я говорю про блоки на главной странице. Как посмотреть? Смотрите, есть файл. То есть, для каждого этого блока все выводится через шорткоды. Файл WooCommerce Template Functions, вот, собственно, в нем все эти шорткоды и сидят. Для каждого шорткода, для вывода товаров, то есть, и для категорий, и для новых товаров, то есть, для каждых видов товаров, есть вот такие же похожие фильтра, которые позволяют изменять, собственно, элементы нужные. Вот и все. Что еще хочу рассказать про тему Storefront? Объективности ради. Разработчики в данной теме конкретно просто-напросто забили на вывод именно простых постов. То есть, если вам нужны именно блоговые записи, то здесь, конечно, уже придется что-то как-то переделывать, потому что в данном, в теме Storefront вывод постов сделан вот-вот абсолютно стандартным образом. Разработчики даже заморачиваться не стали, чтобы как-то изменить все это дело. Поэтому здесь все выводится, полные статьи выводятся на листинги, никакого, никаких красот, то вот как есть, так и есть. Вы видите, да, то есть статьи полностью всем списком. Поэтому, если вам блоговая часть как-то важна, это ее придется уже, конечно, переделывать. Но во многом тема Storefront это очень хорошее и удобное решение для быстрого разворачивания магазина. Причем она позволяет, как и изменять ее очень удобно, ну, с точки зрения разработки, да, я не говорю про, скажем так, настроек. Но, с другой стороны, можно и настроек добавлять сколько угодно, то есть вы можете разработать свою дочернюю тему, например, под какие-то свои проекты и просто ее использовать. И все. Тема написана таким образом, что ее очень удобно именно кастомизировать под какие-то свои нужные решения или под какой-то конкретный магазин. Вот такая вот тема Storefront. Сегодня я вам попытался рассказать и показать, что это за тема, как ее использовать, как ее настраивать и как ее изменять. Надеюсь, у меня это получилось. Напишите в комментариях, что думаете об этом. На сегодня у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok